Тот же центр силы обещал. Ничего не сбылось. Это к вопросу. Силы не хватает, только центр есть. В общем, встретилась жаба с гадюкой на самом деле. Нет, там как бы была и жаба, и гадюка, и отряд комаров. 3-2-1, это Колчак позвонит, шоу омской повестке в очередной раз. Сказочно рады мы вас всех видеть. Новая неделя, новые веселые приключения технократов в Сибири. Конфликт Геннадия Долматова, главы Омского района, с губернатором Александром Бурковым. Я справляюсь, за что меня снимать. Глава Омского района заявил, что иска его отставки идет не от губернатора. Сегодня в поселке Новоомском прошли выборы главы сельского поселения. Вместо единоросса Артура Лена, который 15 лет возглавлял поселение, выбрали сторожа технического кандидата Надежду Чехмареву. Вот, собственно говоря, Надежда Чехмарева в одну секунду стала звездой соцсетей. Попытались хилые технократы поставить главу на место, что называется, сказать, слушай, мы тебя тут, если что, сейчас за 3700 рублей пенем. Глава показал им, кто действительно глава в районе. То есть взял и выбрал уборщицу. Ну нет такой практики, чтобы за такое лишали. Ну вот прям нету. И все те, кто написал, что именно губернатор подал заявление на Буркову, они соврали, потому что это же фактически подал заявление гражданин Мурашко. И сейчас, ну как бы, либо они сядут за стол и поговорят, либо у нас начнется вот ханалия пожестче, чем скоро. Вот я о чем. В телеграммах уже такая версия пробрасывается немножко, что в ближайшие два года с помощью братской помощи под надзором старшего брата правительства Омской области Геннадий Далматов два года своих полномочий доработает. Зная просто стиль работы Александра Леонидовича Буркова, это будет вин-вин и пожурил, и порядок навел, и глава на месте остался. Я думаю, будет так. Мы же прямым текстом говорили, что правительство Омской области не контролирует, например, Севера, да? А теперь мы выясняем, что правительство Омской области не контролирует еще и Омский район. Возникает вопрос, что контролирует правительство Омской области, кроме мэрии через Оксану Фадину? Это система государственной власти, но, к сожалению, вертикаль была расшатана при Викторе Ивановиче Назарове и собирании земель. По всем виноват Назаров. Игры в демократию, они приводят вот к такому. Вертикаль расшаталась несколько, и собирание земель вот только сейчас, наверное, начинается, будет жестко наводиться порядок. Ну, мне информированный источник рассказал, что Геннадий Геннадьевич действует по методу Виктора Филиппича Шрейдера, сам документы не подписывает. И в этом плане очень грамотное решение. Юра тут немножко так описал Долматова, как какого-то прямо Макеавелли, который там разыграл комбинацию. Честно говоря, не удивлюсь, что если вся эта история в Новоомском, это знаете, как в фильме Коэнов, просто абсолютно там «Черный лебедь», и даже это могут быть вполне не связанные истории. Вот готов в это поверить. Я, кстати, каждый день мимо его дома в Омске проезжаю, где он живет, на улице Иркутская. И там тоже отдельная история в свое время, что Омский район платит бюджет-деньги за аренду этой квартиры в центре города. Мог бы и в Омском районе пожить, на самом деле. Давным-давно Геннадий Геннадьевич не нравятся людям в правительстве Омской области. И мне смешно слышать версии, что какой-то там клерк в правительстве, не согласовав ни с кем, бумагу в суд отправил. Мне кажется, это версия абсолютно идиотская. Выборы глав районов отменили, да? И сейчас, я вот знаю, в некоторых районах главы, они не совсем уверены в своем будущем. Раньше он мог проехаться по поселкам, по деревням, знать, что люди его знают и выберут. А сейчас это решает Совет депутатов районный. А как, на каких отношениях находится Совет районных депутатов с правительством областным, это уже другой вопрос. Долматов ученик Шрейдера. У Шрейдера он ничего не подписывал, и у него был карманный совет. Так же и Долматов, молодец. Долматов ученик Шрейдера.